Женечка, привет! Тебе в Германии, у нас погода неплохая, как у вас погода, я не спрашиваю, потому что всё равно будет зима, а потом всё равно будет весна, а потом всё равно будет лето. А вот всё равно будет лето, это очень здорово, несмотря ни на что. Послушай, Женя, что там у тебя с наукой твоей происходит? Ты же там психолог, ты же там в Германии обучаешь и русских, и немцев, и на немецком языке, и всё прочее, и там наукой занимаешься, и прочее, и прочее. Давай рассказывай в двух словах и вопросы задавай. Чем многозадачнее задача, тем задача легче решается. Я тебя поставил в трудное положение, потому что ты специалист по методу ключ. Давай, тренируйся. Так, значит, задача такая. Как нам помочь пациентам с психосоматикой? С психосоматикой, во-первых, они должны научиться понимать, ну, это ты как специалист, в конечном счёте работая с ними, приведёшь их к пониманию, что лечиться можно только свободой. Лечиться можно только свободой. Ну, что это означает для твоих пациентов? Это означает то, что ты сначала им должна показать состояние ноль. Состояние свободное от страхов, комплексов, стереотипов, чтобы они вышли на это нейтральное, так сказать, нулевое состояние, когда они думают свободно, мысли текут как облака, когда они могут мечтать, а эмоции отключаются от переживательного процесса, мыслительного. Две половины мозга как бы функционально разблокированы. Ну, это как нейтральное положение в коробке передач, которое бывает между сном и бодрствием. Но чистого нуля, как такового, обычно не бывает. Человек это не может испытывать. Потому что как только он пытается это задержать, нулевое состояние, он уже включается туда таким образом, что у него оно уже переходит как в трансовое состояние. На самом деле оно пустое состояние. Пустое. Ну, вот в обычном жизненном пространстве, когда человек обычно чем-то занимается, у него иногда возникает момент глубочайшей задумчивости. У него там прекращается вот этот диалог бесконечных мыслей, путаницы мыслей, все устанавливается на свои места, из хаоса рождается порядок. И он такой бесстрастный становится, бесстрастный. То есть это эмоциональная дистанцированность. Эмоциональная дистанцированность, когда мысли не сопровождаются эмоциями. Если еще углубиться в это состояние, это и будет то, что Будда назвал нирваной. Нирвана, он же как сказал, жизнь, рождение жизни есть страдания, жизнь есть страдания, смерть есть страдания, всю жизнь искал нирвану, нашел ее, это как раз таки это состояние, где нет страданий. То есть нет эмоций. И тогда мысли, которые протекают, освобожденные от эмоций, они постепенно тоже гаснут, и появляется такое пустотное состояние. В этом состоянии происходит как бы прибавление ума, на самом деле. Потому что человек лучше потом понимает происходящие вещи, и лучше находит выход из любого творческого тупика. И в этом состоянии, в этой нирване, пребывая, он не только подзаряжает нейроны мозга запасом питательных веществ, как батарейку смартфона, он еще и обретает мудрость. И поэтому, когда ты занимаешься методом ключ, когда ты снимаешь лишнее напряжение, выходишь из стресса, где ты была в трансе, в измененном состоянии сознания, выходишь на состояние боли успокоенности, а потом даже выходишь на это состояние нуля, образно говоря. Там как раз таки люди приобретают эту способность не только понимать, но и чувствовать, что такое свобода. Лечиться можно только свободой. В этом состоянии они находятся, в этом состоянии они восстанавливаются. Это реабилитационное состояние, в котором они часто иногда сами были. Если им напомнить, например, вы были в санатории? Как вы там себя чувствовали? Да, вот там было-то хорошо, голова такая ясная, полон планов, идей. А приехал на работу, опять меня штормит, там начальник не то сказал, или там сосед стучал по стене, или что-то там режим поменялся, или все опять запуталось. Вот человек всегда испытывает это состояние время от времени. Надо просто ему об этом напомнить. И когда ты делаешь разгрузку, даешь приемы ключевой разгрузки, когда человек подбирает себе те действия, которые ему легче всего делать, 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 пусть мы с ним на самотёк, он переживает свои переживания, не борясь с ними, выпускает, так сказать, пары, в конечном счёте он приходит в это состояние бесстрастности, когда ему всё пофигу. Да, когда ему всё пофигу, и там он лучше понимает. Ну то есть по существу вот это и есть, ты ему даёшь, вот этим психосоматикам, или для профилактики психосоматической, всяких нарушений, расстройств, ты даёшь почувствовать, что такое вот это нулевое состояние. То есть состояние свободы. Состояние свободы. Потому что, потому что свобода – это не отсутствие головы от всяких мыслей. Или присутствие всяких свободных мыслей. А состояние всё-таки когда там есть ещё некоторый позитив. Да, потому что когда человек в негативном состоянии стресса, а потом ты научила его самостоятельно сбрасывать негатив и выходить на состояние через ноль, он всегда выйдет на позитив. И вот смотри, у человека уже много, я не знаю, там 2, 3, 4 года, у молодого человека бывают ощущения тошноты, боли в животе, врачи ничего не находят, это психосоматика чистейшей воды. Вот. И как этому человеку можно помочь? Я, человеку уже научила проходить на любое состояние, всё уже мы умеем. Теперь только вопрос, нужно ли ещё что-нибудь специально делать, чтобы избавиться от этого долгодренного вот этого вот ощущения боли в животе. Слушай, вот я тебе сейчас скажу, вот такие случаи надо в контексте видеть, потому что истина в контексте. Я же, то, что ты говоришь, мы же не живём в голове друг у друга, я его не видел, не понимаю, давай мы в следующий раз, ты пригласишь этого человека в скайп, мы точно так же поговорим, я посмотрю и сразу дам совет, какой я пойму, да, и ты тогда попробуешь, а на самом деле, в принципе, в принципе, если человек уже был в нулевом состоянии, если он уже восстановился, надо понять, откуда у него тошнота. Это вообще непонятно мне, потому что, когда мы делаем разгрузку, например, предлагаем ему приёмы, подобрать себе самостоятельно, по критерию индивидуального соответствия, максимально простые, максимально приятные, идти по этой зелёной зоне, это охота за спонтанностью, за лёгкостью, и когда человек делает приятные для себя приёмы, то у него в конце концов никаких ни головокружений, ни тошно, это не бывает. Значит, там где-то ошибка, где-то ошибка, поэтому я хочу понять, где эта ошибка. Не-не-не-не, я, по-моему, с тех пор, как мы занимаемся, этого нет. Я просто хотела сейчас спросить, нужно ли ещё что-нибудь специально делать. Например, я помню прекрасно, в твоих первых книгах было написано, и мне очень нравится эта идея, что когда человек попадает в это состояние, измененное состояние сознания, он представляет себя таким бодрым, таким вот, свежим, таким здоровым, как бы он хотел быть, и как у него наверняка уже бывало, и мне казалось, что это и есть самое лучшее, как бы, лечение от психосоматики. То есть, всё то, что у него надуманное, где-то болит, или тошнит, или ещё что-нибудь, оно же надуманное, а как только он себя представляет вот таким здоровым, полным сил, и бодрым, и всё такое, оно просто автоматически сходит на нету. У меня было такое понимание. Правильно? Ну, правильно. Ну, вот мы когда разгрузку делаем, мы говорим человеку, думай о хорошем, думай о приятном, вспоминай, как тебе было в санатории, там, в походе, где-то ты находился у моря, там, или как тебе было, вспоминай, делая разгрузку. А он, допустим, говорит, я начинаю это вспоминать, а мне вылезают неприятные мысли. Я говорю, не борись с ними, пусти их на самотёк, мысли пусти на самотёк, это выпустить пар. И он выпускает пар, и в конце концов, у него освобождается нервная система от этих напряжений, он выходит на самого себя, и у него появляется спокойствие такое, он говорит, да я тоже такое чувствовал много раз. А где ты чувствовал? Ты на море когда отдыхал. Так мы же тебе про это говорили. Так я тогда это умом понимал, а теперь я это чувствую, он говорит. Так вот надо несколько раз, чтобы он так поделал, ну там неделю, там в удобное для себя время, 5 минут или 10, или 15, но ты же знаешь эту схемотехнику. И потом у него появляются более устойчивые навыки, и он потом может это состояние у себя получать в любой момент, в любое время, за секунду. Всё, поняла. Хорошо, спасибо. Теперь следующий момент, который я хотел... Женя, я тебя прошу меня извинить, потому что у меня просто сейчас нет времени, потому что мне надо до школы сейчас сделать определенную информацию. Ну 5 минут давай, да. Так, значит первое. Вот эта книжка, книжка «Террор», там где твоя статья. Мне нужны выходные данные этой книги, и на каких страницах это написано? А, это терроризм, это должен знать каждый. Да. Там есть глава, где есть советы психолога, и там мои советы там есть. Да, вот мне этот надо материал... Ну хорошо, хорошо. Я тебе найду сегодня и вышлю. Так, ещё что мне нужно. Вопрос такой. Обучалась ли Альфа спецназ методу ПЛУ? Слушай, я тебе тоже говорю, 5 минут осталось у меня всего. Давай мы сейчас военные дела трогать не будем. Хорошо, значит, и ещё последнее, вот что касается контролируемого и неконтролируемого транса. Значит, я обираю слово контролируемый транс, я называю это просто изменённым состоянием сознания и отсутствием каких бы то ни было концентраций, фиксаций внимания. Фиксации, непроизвольных фиксаций, чтобы не было. Да, конечно. То есть, если у нас трансуправляемые, это саморегуляция, когда мы трансом управляем для своих целей. А есть неуправляемые, а это транс. Это как раз неуправляемые трансы, это оказывается есть стресс. Люди просто этого не знают. Они думают, есть изменённое состояние сознания, есть транс. Они не знают, что стрессы есть изменённое состояние сознания. Вот этой связи нет у людей, потому что этих статей нигде не написано. Немножко по-другому написано, я быстро тебе скажу, что есть большая группа исследователей, которые считают, что состояние с фиксированным вниманием это можно всегда отнести к трансу. Вот что. Ну, это понятно, но вот когда говорят стресс, и когда говорят состояние фиксированного внимания, люди не всегда связывают одно с другим. Я понимаю, понимаю. потому что когда девушка читает роман, у неё тоже фиксированное внимание, там про любовь, она читает, она ничего не слышит, ничего не видит, она тоже в трансе. Но никто не говорит, что она в стрессе находится. То есть это не связанные между собой вещи. Надо это объяснять. Объяснять надо. Надо объяснять, да. Всё, закругляемся. Спасибо большое. Я жду, значит, этот материал про терроризм и про Альфу потом спрошу в следующий раз. Да, да. Хорошо, хорошо. Ты всё у меня спросишь и я тебе скажу прямо в Германию, скажу про Альфу и так далее. Прямо по интернету. Это будет так смешно. Хорошо, я поищу литературу. Это так будет смешно. Нет, я не про статьи говорят. Ладно, ладно, ладно. В немецкой Википедии есть статья про Альфу. Ну, очень хорошо, да. Очень хорошо. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Женя, я рад был тебя видеть. Я так рад, что ты участник нашей школы будущего, человек будущего, Homo Futurus. И на самом деле скоро все немцы станут человеком будущего. Молодец. И присоединяются к школе. И присоединяются к школе, но если ты уже руководитель там. И там ещё у нас Елена там в Германии работает, врач, она врач, ты психолог, она тоже там официальный врач, там занимается со своими пациентами. Да, Евгений вообще у нас психолог, там, Господи, у нас там целая команда психологов в Германии работает. А ты тут про Альфу спрашиваешь, а ты тут про Альфу спрашиваешь, смотри, как бы нас не взяли на заметочку. Это что за школа хомофутурства, которая там их представителя в Германии с немцами работает, а? А так Альфа уже нету давно. На самом случае так написано в Википеде. Слушай, Женя, оставь эту тему. Ну ты же дама, ну ты же дама. Ты должна думать о птичках, о бабочках, там, о песенках хороших, ну, значит, ведь эти Альфы, эти мужики, какие-то автоматы, пулеметы, давай забудем. Да, они мне не нужны, совсем. Я хотела пример привести, чтобы показать, что ключ это лучший в мире способ по мальбуляции. Вот что я хочу. Пусть откроют мой сайт стрессу. Они не читают по-русски. Ну, ты научи их, пусть переведут, и там сразу видно, с кем мы работали, когда работали, космонавты, кстати, актеры, артисты и так далее. Все там есть. Слушай, а ты можешь спросить у этого, у которого и развитие, с кем у тебя там контакт. Может быть, все же этот журнал как-то зарегистрирован, чтобы я могла на него ссылаться? Какой журнал, Женя? Вот этот, «Эра свития», который мы в прошлый раз обсуждали, где опубликована такая статья, вот эта вот. «Ой, не помню, какой журнал именно ты имеешь в виду?» А, вспомнил, вспомнил, вспомнил. Это «Казань», «Казань», «Орг», 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 как-то назывался, журнал. Там и картины, и методика, и фотографии, да? Ну, как я у них спрошу? Я же сейчас их не вижу. «Ну, ты можешь им написать просто? Есть ли у них регистрация, чтобы я могла этот материал поместить в Пикипейке?» «Да я бы написал, если бы сейчас я не был занят. Мне же я же тебе сказал, у меня было всего пять минут. Я же до школы должен сделать». «Ладно, ты запиши себе, пожалуйста, пусть Наташа это проконтролирует, ладно?» «Хорошо, да, все меня сейчас проконтролируют». «Я хочу еще показать всем немцам, что лучше ключа нет ничего в мире». «А нет, профессор Лев это давно написал. Профессор Лев там же всех этих учит врачей, врачей, психологов там проводит курсы, он же там самый главный по этой психотерапевтической медицине в Германии. Он же у меня учился в Голландии, когда я проводил занятия, он же у меня там был. И он там всем... «Хозяй, он что-то не понял, во всяком случае он называет, он считает, что нулевое состояние и состояние, нейтральное состояние это разные вещи». «Ну понятно, это все равно, как у нас главный психотерапевт Москвы однажды сказал такую вещь, когда моя выставка была в Институте Искусства, в Государственном Институте Искусства. Он сказал, «Выступая в честь меня, он сказал, Хасай Алиев это такой мощный человек, мощная личность, его знают и там, и там, и там». И он еще сказал, и он автор двух методов. Он сказал, методы саморегуляции и методы ключ. И это надо понимать, коллеги, он сказал, если ему захлопать. А это одно и то же. Ну ладно, давай. Ну ладно, пока. Нейтральное состояние. Давай. Лёву привет передай и скажи, чтобы он не говорил. У меня с ним нет никакого контакта и я его и не хочу. Ну и не хочу, и не надо. Давай. Счастливо. Ну ладно. Пока. Всего доброго. Целуюсь.